Иногда это даже бывает, так как мастеру удобно на себя немножко штриховать, они создают такую дудочку, то есть еще хуже, когда снизу и сверху идет на расширение головка бровей. Всем привет! Меня зовут Елена Мечаева. Сегодня у нас занятие «Как прокрасить головку бровей?». Это вопрос очень часто задают. Сначала я покажу, как обычно делают и какие, на мой взгляд, но это не очень правильно, ошибки создает мастер. То есть если вот у него головка, пройдя всю бровь, он подходит к вот этой вот части брови и его штрихи, они такие абсолютно ровные, одинаковой длины и создают с собой квадрат, по сути. Иногда это даже бывает, так как мастеру удобно на себя немножко штриховать, они создают такую дудочку, то есть еще хуже, когда снизу и сверху идет на расширение головка бровей. Мне очень не нравятся такие формы. И вот примерно вот так, если стереть, выглядит такая просто абсолютно квадратная головка бровей. Это не очень красиво, мне это не нравится. Некоторые клиенты на таком настаивают, но это очень редко бывает, и я не советую делать такие формы. Иногда бывает еще и вот такая ошибка, когда мастер увлечется и делает у головки обратный наклон. То есть если вот так перевернуть, у нее наклон идет вообще в другую сторону. Все это делается потому, что мастер как рисовал параллельно телу брови, так и дорисовал до окончания, до головки. Как я учу своих мастеров это делать? Подходя к... Ну естественно начинаем вот всегда с нижней части, чтобы не испортить от темного к светлому. Подходя к головке бровей, он может вот так начать разворачиваться и создавать такой штрих наискосок. Сейчас быстро прошла. Потом он от внутренней части, если так разделить головку брови наискосок, то от нее тоже абсолютно контролируемый такой штрих получается. Он приближается к внешней части головки брови, штрих укорачивается. То есть мы как бы входим вот в эту часть от контура головки брови и до контура внешней части тела брови. Такой штрих получается. И все воздушнее и на вылет. Потом можно вернуться и прорисовать еще раз уплотник, потому что одного прохода мастеру может быть мало. Постоянно проверяют. И так как головка у нас это самая воздушная часть, надо постоянно проверять и смотреть насколько она хороша. То есть я прокрашу вот эту часть, как будто она тут уже прокрашена. Вот наша часть, которая должна быть самой воздушной частью головки. Но опять-таки, если я оставлю вот таким же полупустым это место, после заживления эта часть отвалится просто, ее не будет. И соответственно расстояние между бровями станет более таким широким, чем подразумевалось. Поэтому мы доходим прямо до контура. Эти штрихи у нас уже редкие. То есть если брать, допустим, нижний блок у нас там где-то 60 штрихов, то здесь у нас их буквально там 10-15, чтобы ни в коем случае не уплотнить. И никогда не начинайте головку, особенно пока вы не уверены в себе, от внешней части. То есть всегда старайтесь начинать от темного к светлому. Потому что в темном месте вы можете кожу прощупать, понять, что вы на правильной глубине. И потом подойти к внешней части уже, увеличивая расстояние между штрихами и ослабляя нажим. Таким образом вы создадите вот такую дымчатую, правильную, выбранную вами форму головку брови. И она будет без контуров по внешней части везде. Потому что штрихи ваши на вылет, и вы как бы подкрадываетесь к внешней части головки. В одном из видео я показывала, как научиться, как вообще потренироваться. Упражнения для того, чтобы овладеть хорошо вот этими пикселями. Посмотрите его, станет понятнее. Итак, самая воздушная часть головки, она обсуждается с клиентом. И в зависимости от его пожеланий, вы делаете, возможно, даже целый сантиметр очень воздушно. Просто если здесь растет пучок яркий, то там не надо много пигмента класть. И получается, вот сейчас я новую наштрихую, чтобы было понятно. Получается, что вот ваша головка, нижние штрихи у вас такие максимально длинные. А потом, когда вы подходите к внешней части головки, они у вас начинают становиться все короче и короче. И нажим, и шаг меняются. То есть вот эта часть, она же воздушная. И также штрихами мы должны создавать форму. То есть каждый из них чуть ниже начинается. И таким образом я формирую той же головку. Тоже один из вариантов. И получается, потом вы уже штрихами в другую сторону, начиная от внутренней части, добиваетесь прям вот такой правильной формы. Если вы пробовали учиться штриховать на бумаге ручкой, в одном из наших уроков есть даже вот такие полукруглые штрихи. Они тоже могут вам помочь, они небольшие, то есть вы должны как бы штрихами создавать небольшой радиус, очень пологий. Таким образом тоже можно прям создать головку. Но на самом деле это все можно сделать, просто регулируя длину штриха, нажим. Вообще совершенно без проблем. То есть вот здесь у вас в головке должны быть такие видимые точечки, между которыми светится кожа. И обязательно должен быть наклон. Он не может быть обратным, то есть наклоняться в противоположную сторону. А угол его вы обсуждаете, конечно, с клиентом. Вот такое упражнение. Надо очень много нарисовать вот таких вот головок. И вообще практиковаться на латексе, чтобы у вас без ошибок получалось вот это место идеальным, фееричным и красивым. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.